Здравствуйте, уважаемые товарищи! И продолжаем одну из рубрик, запущенных очень давно. Рубрикой называлась «Пишем письма». Ну, здесь, наверное, будет просто вопрос-ответ. Я думаю, что ни для кого не остается уже секретом, что у депутатов на самом деле не так много, в общем-то, рычагов воздействия. Но эти рычаги многими вообще даже еще и не используются. И вот что, значит, хотелось бы просто показать, что такая работа может вестись на места. И это не только депутаты могут делать, а могут делать и, в общем-то, обычные люди, скажем так, и не депутаты. Я с 2008 года довольно достаточно активно участвую в общественной жизни. Ну, я хотел бы показать определенные примеры запроса, вопроса и ответа. Вот здесь, наверное, появится какая-то картиночка, и когда это видео будет немножко монтироваться. Я хотел бы как есть его сделать, но посмотрим, как оно будет. Так оно и будет. Итак, у нас, значит, есть вопрос по... Был такой вопрос, очень многие спрашивали, тоже посмотрел не только меня, просто отслеживал чаты определенные. И вот такой вопрос, что у нас разбиралась музыкальная школа по адресу улица Сибирская, 181. Она, значит, работала, 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 потом она вот, все стало плохо, и вот возникла необходимость ее демонтировать. И вот эта саморазборка, она производилась так, ну, достаточно, я бы сказал, по-хамски. Но это мое мнение. Может быть, оно так на самом деле, так его не являясь. И поэтому я составил запрос депутатский и направил его в Николаевского-на-Амуре в городскую прокуратуру. И так как это затрадивало еще детей, написал, значит, депутатский запрос у полномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае. И вот давайте, да, сейчас просто объясняю. Депутатский запрос, тема административное нарушение от 1 апреля 2024 года, номер 9-п. Вот так. Согласно... А, уважаемый Владимир Сергеевич, это городской прокурор у нас, шевелет такой. Уважаемый Владимир Сергеевич, согласно пункта 3 статьи 55.31 ГКРК-РФ осуществлению сноса объекта капитального строительства, в процессе сноса объекта капитального строительства принимаются меры, направленные на предупреждение причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу окружающей среде, предусматриваются устройства временных ограждений, подъездных путей, осуществляются мероприятия по утилизации строительного мусора. На территории земельного участка, находящегося в границах городского поселения город Николая Снамури, производится разборка двухэтажного здания бывшая детская музыкальная школа, расположенная по адресу улицы Сибирской, 181. Разборка производится с нарушением требований технических регламентов. Состав административного правонарушения с этой стороны предусмотрен частью первой статьи 9.4 ГКРФ. На фотографии приложения 1 хорошо видно, что на территории объекта, подвергающегося разборке, играют дети. Играют дети, видно, что производится отбор бывшего употребления строительного материала, кто-то заходит в разбираемое здание. Это все на фото. Со слов жильцов, живущих в шаговой близости, в здании на первом этаже дежурит, в кавычках, человек. И то предпечку. И то предпечку. Это также необходимо проверить на предмет наличия трудового договора со сторожем разборки, если таковой сторож есть в наличии. Необходимо произвести проверку противопожарной безопасности в силу того, что любые отопительные действия, будь то открытый огонь печки или электрическая газовая и геросиновая плита в подобных ситуациях крайне опасны. В целях аргументированного ответа на запросы избирателей по данному вопросу, «Прошу предоставить перечень мероприятий, проведенных Николаевской городской прокуратурой по выявленным нарушениям». Ответ направить на адрес электронной почты. И вот, значит, здесь прилагается фото таблица. И депутатский запрос также был направлен в адрес, как я уже говорил, уполномоченного по правам ребенка Петру Владимирович Перевезенцеву, значит, депутатский запрос. Ну, в общем-то, здесь то же самое практически я описываю. И несколько по-другому формулирую еще запрос. И прошу, значит, предоставить перечень мероприятий, которые можно провести по организации безопасности детей. Второе. Предоставить правовую оценку, описанной выше ситуации, в которой дети подвергаются опасности, присутствует ли состав нарушения прав детей. И третье. Каким образом можно повлиять на администрацию Николаевского муниципального района и администрацию городского поселения город Николаевск-Наури, чтобы охрана детства была взята ими под особый контроль. Ну, казалось бы, да, нормальные, в общем-то, вопросы вполне. Вот я бы хотел сказать, сделал бы даже здесь фреску определенную, что они... Давайте посмотрим теперь на туру. Тот объем макулатуры, который мне приходится читать. Ну, вот единственное, что нормально, да, работал, вот шевелю. Ирорусской прокурор шевелет Владимир Сергеевич. Он, значит, пишет, что сообщает, что в соответствии с частью 3 ст. 8 федерального закона о порядке рассмотрения обращения граждан от 0205-2006-59 ФСЗ, нами всеми любимый, для рассмотрения и проведения проверки в соответствии с компетенцией депутатские запросы нарушения требований законодательства, я не могу долго читать, короче говоря, направлены письма в следующие органы от прокуратуры. Организована пакетная рассылка. Читаю. Комитет государственного строительного надзора правительства Хабаровского края для рассмотрения в части соблюдения требований, принимаемых и так далее. Дальше. ВОНПР по Ульскому и Николаевскому муниципальному району. Кто не знает, это отделение надзора деятельности и профилактических работ. Никакие уцепки, сокращения нет. Дальше. Государственную инспекцию труда в Хабаровском крае в части рассмотрения вопросов о нарушении трудового законодательства оформления трудовых отношений. Далее. Главе Николаевского муниципального района Хабаровского края для рассмотрения в части соблюдения требований далее-далее. В ОМВД России по Николаевскому району для рассмотрения в части наличия состава административного правонарушения. О результатах рассмотрения обращения вам будет сообщено соответствующим уполномоченными должностными лицами дополнительно. Вот так вот. Ну и там с уважением дата подпись. Я какие-то отметки себе делал. Без этого никак. И вот, значит, от пакетной рассылки вот что у меня сейчас есть. Это вот электронное письмо пришло. То есть он, значит, заявлено раз, два, три, четыре, пять, да? В прокуратуре заявлено в пять инстанций. В нем пришло с трех. Это, получается, три электронный. Это вот оригинальный пришел. И, значит, по охране детства пока я ничего не нашел. Возможно, это в письмах. Письма меня ждут. Письма я вскрою. Возможно, это будет вторая часть. Так, что отвечает нам правительство Хабаровского края в лице комитета государственно-строительного надзора? Что она нам отвечает? Уважаемый Роман Сергеевич, комитет государственно-строительного надзора правительства Хабаровского края. Далее комитет рассмотрев ваше обращение, поступивший из Николаевской на море городской прокуратуры. Входящий номер указывается прокуратуры о демонтаже двухэтажного здания детской музыкальной школы, расположенного по адресу город Николаевской на море, улица Сибирская, дом 181. Далее объект сообщает следующее. Комитет осуществляет государственно-строительный надзор на основании статьи 54 Городостроительного кодекса РФ, и далее ГРК РФ. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства проектная документация которой подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГРК РФ, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 ГРК РФ. По информации администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края, демонтаж объекта ведется муниципальным казенным учреждением службы заказчика городского поселения город Николаевск-Намури на основании приказа комитета по управлению имуществом администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края о сносе нежилого здания ввиду веткого состояния и невозможности его использования по целевому назначению. Разрешение на строительство, реконструкцию объектов, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 27.2.0.10.150.188 администрации Николаевского муниципального района Хабаровского края не выдавались. В связи с изложенным у комитета отсутствует основания для принятия мер реагирования в пределах полномочий в отношении лиц, выполняющих демонтажные работы. Во второй адрес сообщается для сведения это городской прокуратуры, то, что они отчитались. Вот, пожалуйста, подпись председателя комитета Щербина Деюд. Та-дам! Дальше. МЧС России. МЧС России отвечает на электронную почту. В отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульскому и Николаевскому муниципальным районам ОНД и ПРГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Ну, такие тоже все зубодробительные. Короче говоря, это Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидациям последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ульскому и Николаевскому муниципальным районам. Короче, вообще это труба. Вот эти люди серьезные. Вот нам ответили. Вот нам, депутату, и еще 6 тысяч людей. Вот, по первому избирательному округу. Ну, а также для всех остальных, кому это интересно. Это не секрет. Все открыто, пожалуйста. Так вот, значит, еще раз. В отдел, давайте просто, надзорной деятельности поступило обращение из городской прокуратуры. Зарегистрировано и так далее. Обращение рассмотрено по существу. Сообщается следующее. Порядок организации проведения Федерального государственного пожарного надзора, установлено федеральным законом от 3107-2020, номер 248 ФЗ, о государственном контроле, надзоре и муниципальном контроле в Российской Федерации. Далее по тексту. ФЗ 248. В соответствии со статьей 16, статьей 31 федерального закона, номер 248 ФЗ, пунктами 2 и 3 положения Федерального государственного пожарного надзора, утвержденного постановлением правительства РФО 12.04.2012, номер 290, органы Федерального государственного пожарного надзора не наделены функциями по проведению контрольных надзорных мероприятий на объекте, указанном в обращении. Так как здание, расположенное по адресу город Николаев-Намуре, улица Сибирская, 181, является неэксплуатируемым и происходит осуществление его сноса, следовательно, не относится к объектам Федерального государственного пожарного надзора. На основании вышлезлуженного основания для проведения контрольного надзорного мероприятия по сведениям, указанным в обращении, отсутствуют. Вместе с тем сообщаем, что требования к системам теплоснабжения и отопления установлены разделом 3 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФО от 16.09.2020, номер 1479. В вашем обращении приведен довод о наличии и применении отопительной печи. Внимание! Информация о нарушении норм пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования в обращении отсутствует. На основании вышлезлуженного основания для принятия мер административного реагирования со стороны органов, осуществляющих Федеральный государственный пожарный надзор, отсутствуют. В соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона РФ 59 ФЗ о порядке обращения, я сокращаю, в случае несогласия с принятым решением или действием бездействием в связи с рассмотрением обращения, вы имеете право обратиться с жалобой в административном и или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Рассмотрение обращения завершено. С уважением, дата подпись. Отвечайте на мото, если вы не обратитесь. Мы напишем. Короче говоря, в Рио заместительный начальник ОНДИПР по Ольскому, Николаевскому муниципальным районам ОНДИПР в УМЧС России по Хабаровскому краю А.А. Равкевич. Вот тоже помню. Давайте сразу, работа над ошибками по этому обращению. То есть здесь нас товарищ Равкевич или гражданин учит, что, смотрите, если вы обращаетесь к пожарникам, да, к МЧС, что какая-то там пожарная безопасность, тогда вы смотрите, вот, что пишут еще раз. Информация о нарушениях норм пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования в обращении отсутствует. То есть нужно конкретно говорить, вот топится печь, здесь нету изоляции, здесь нету изоляции, возможно возгорание, вот тогда уже присутствует, да, тогда уже будет проверка, разборка, придут пожарники, посмотрят, скажут, ай-яй-яй, ай-яй-яй, ну и там что-то еще может быть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так что вот имейте в виду. Ну, очень радуюсь, что учат нас еще. И на закусочку у нас вот третий ответ, это у нас конверт можно уже выбросить, вот такой вот оформленный, с печатями все как положено, с черными. Конверт вам уже не нужен. Администрация Николаевского муниципального района отвечает нам. Отвечает просто Зайцево РСН, не как депутата, просто вот Зайцево. Для них это просто Зайцево. Непонятно кто, даже непонятно, то ли физлицо, то ли кто. Просто Зайцево. Паспорту, наверное, опять. Но это ладно. А рассмотрение обращения, ну здесь самое вкусное. Администрация Николаевского муниципального района Хабаровского края. Далее администрация района. Рассмотрев ваше обращение, так, товарищи, не смешите меня, не смешите меня. Рассмотрев ваше обращение, поступившее из Николаевской на Амуре городской прокуратуры по факту разбора дом 181 по улице Сибирской в городе Николаевск на Амуре Хабаровского края сообщают следующее. Собственником нежилого здания, расположенного по адресу улицы Сибирская, дом 181 Николаевск на Амуре и Кабардалии объект, является городское поселение город Николаевск на Амуре Николаевского муниципального района Хабаровского края. Город, собственно, город, собственно. Снос объекта производится на основании приказа комитета по управлению имуществом администрации района в соответствии с соглашением заключенного между муниципальным казенным учреждением службы заказчика городского поселения город Николаевск на Амуре, далее служба заказчика и индивидуальным предпринимателем. С каким, чего тут не пишут. Ну, информация есть тоже в ответе приходила. По другому вопросу. В целях обеспечения безопасности, предупреждения, причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, в процессе сноса доступ к объекту ограничен забором, а также сигнальной лентой. Отопительная печь расположена в кирпичной части здания и находится под постоянным контролем со стороны лиц, обеспечивающих охрану объектов в целях недопущения возможных противоправных деяний. Администрации района и службы заказчика осуществляется постоянный контроль над сносом объекта, а также взаимодействие в случае возможного нарушения прав граждан, в том числе несовершеннолетних. Постоянный контроль и взаимодействие. В чем будет заключаться взаимодействие в случае возможного нарушения прав граждан, в том числе несовершеннолетних? Они, в сожалению, по умолчанию тоже граждане, они не граждане, просто несовершеннолетние. Ну ладно, это ИО главы администрации района С.В. Еремина. Еремина? Нет, написано без точек. Я как-то русский язык не научили. Еремина. Ну ладно, Светлана Владимировна знаем. Что мы из этого видим? Из этого мы видим, что такое у меня лично, я не хочу комментировать, но вот переписка, да? Был написан запрос в прокуратуру по поводу чего? По поводу того, угрожает ли опасность, да? Нам что отвечает? Прокуратура сделала пакетную рассылку, как положено, 5 организаций. Ответила 3 из организаций. Возможно, где-то еще письма лежат, я не буду брать на Браслевну. Возможно, мы сейчас допишем еще видео, попозже. Ну вот то, что есть. И у меня лично складывается такое впечатление, что автор вот этого всего, это искусственный интеллект. Не знаю, какой модель сборки. То есть мы спрашиваем, опасность, да? Что представляет, не представляет, нам пишет. Все под контролем, все хорошо. Лента, забор и все четко. На этом мы закончим выпуск, посмотрим, давайте свои реакции, там, лайкосик, там, или дизлайкосик. Ну, лучше лайкосик. Дизлайкосик смысла не дает никакого. И комментарий в таком случае. Что нужно, что, о чем вообще поговорить и какие вопросы задать. Ну, в общем-то, вопросов вот так много. Но особо интересные мы будем выбирать. По правилам STEM-а у нас обычно выбывает, да, каждый, какой, каждый четвертый или каждый третий. Два-три вопроса идет в, всегда идет в работе. Если мы берем больше, то сопровождать просто нет времени. Нет времени. Поэтому, то, что есть, вот, сегодня по Сибирской, 180 дней. Вопрос-ответ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА